Параграф 54. Разделённые нации Некоторые сформировавшиеся нации в ходе исторического процесса оказались разделёнными между государствами. Данные ситуации можно классифицировать следующим образом. 1. Части разделённой нации составляют большинство в нескольких по идеологическому принципу разделённых государствах Северная и Южная Корея, раньше также Северный и Южный Вьетнам, Северный и Южный Йемен, ФРГ и ГДР, в нескольких исторически сложившихся государствах – арабы. В одном государстве и значительное меньшинство в другом соседнем – ирландцы, шведы, монголы. В одном государстве и значительные меньшинства в нескольких соседних – русские, сербы, венгры, албанцы. В одном государстве и имеют большую диаспору по всему миру – евреи, армяне. 2. Части разделённой нации составляют значительные меньшинства в нескольких государствах. Курды, Белуджи, Йоруба, Осетины, Саамы. В узком смысле разделёнными нациями называют только первый случай – Северную и Южную Корею. В расширительном иногда употребляют и по отношению ко всем остальным. Территориальное размежевание между Северной и Южной Кореей – результат идеологического противостояния, начавшегося на полуострове после Второй мировой войны, когда корейская нация оказалась на линии противоборства коммунистических Китая и СССР и капиталистической Америки. В ходе серии вооружённых противостояний стало понятно, что силовым путём установить единую идеологию не удастся, и страна была разделена по границе, близкой к линии фронта. Не только нация, но и многие семьи оказались расколоты почти полностью закрытым барьером демилитаризованной зоны. Переговоры о сближении с тех пор идут крайне неактивно и усугубляются стремлением Северной части обеспечить свою безопасность за счёт создания ядерного оружия. Разделённые нации склонны к эридентистским настроениям. Такие движения можно найти, например, в Греции, Энозис, Албании, Паналбанизм, Армении, Меоцум, Венгрии, Магнахунгария, Ирландии, Шинфейн и Монголии. Панмонголизм.